всем привет дорогие друзья проанализировав наш прошлый поиск в лесу когда мы целый день собирали картечь шрапнель и свинцовые пули минья мы поняли что попали на боевые действия периода 1853-56 годов когда в наших краях проходила крымская война между российской империи и коалиции в составе британской русской османской империи и сардинского королевства в этот раз мы скорректировали свои поиски и поехали на немецкие позиции на боевые действия периода 1942-43 годов результат не заставил себя долго ждать вот друзья только подъехали копнули сразу сигнальчик и смотрим что это у нас монета советы 3 копейки 1938 год забираем еще сигнальчик смотрим что тут у нас может быть есть ну-ка друзья давайте посмотрим где-то здесь патрончик ну давай покажем и такое бывает ребята вот она а плохо а нет цели на 20 25 20 копеек щитовик до 35 что ли год где-то вроде этого нет 40 43 43 до держи отлично хороший сигнал друзья давайте посмотрим что здесь у нас так куры x показывает 82 83 не знаю колпачок ребята от золотника ну что что же находка берем сверху друзья немцы здесь стояли нарвались мы на поселение немцев а вот там вот вот сейчас копают там уже мешок пуговиц немецких вот бежали немцы а пуговицы разлетались в разные стороны я потом друзья вам покажу о ребята смотрите вот это вот от палатки от немецкой люверс и это пуговицы их не утекали видать хорошо а вот какая-то накладочка накладочка с такой вот буквой кс и вот какой-то такой вот вроде как закрывалась что-то или чё в общем непонятно ладно продолжаем искать мы на немецких позициях очень много друзья сигналов вот здесь вот в округе вот вижу под винтовку обойма немецкая целая под 5 патрон маузер скорее всего консервная банка надписи к сожалению нет немецко обедали здесь вот ребята еще одна баночка более-менее целая надписи конечно уже не найдешь хотя попробовать можно вот такие шпроты красота а вот ребята и наш уже патрон от винтовки мосина хорошее состояние довольно таки неплохое год только не видно непонятно какого года так что вот как раз тут немцы и наши были немцы текали наши наступали вот друзья как это всегда обычно получается когда хороший сигнал на думаешь да ладно черт ним гильза будет там не буду снимать а тут смотрите что лежит вот это красавчик вот это перстенечек ну конечно мы уже его глянули ребята а камеру включили позже значит есть вензеля похоже на букву с или п или о в общем немецкий ребята надо его чистить и смотреть ну вот это друзья да вот это четко этот перстень нам сделал сегодня коп а вот ребята и первая немецкая монета почему немецкая да потому что тут кроме кроме немцев ничего не было и видите состояние я убитый цинк финишка эх жалко ну ладно еще ребята монета да это получше но это тоже куша может это царю нет это не менее финишка финишка белеет потихонечку понял забираем они ребята чуть-чуть почистили 20 гроз каких-то гроши а гроши так это польши наверно да друзья ну скорее всего плохо конечно видно надо чистить но цифер видно ребята 20 грош а вот это коп тюбик ребята с крышечкой может вазелин может еще какая-нибудь фигня надписи ушли в небытие вот друзья смотрите тюбик какой надписи сохранились конечно трудно прочитать клеп старее что-то там непонятно но готический шрифт немецкий есть интересно вот ребята еще монетка после немецких позиций в ниже мы чуть-чуть спустились 15 копеек 45 год состояние верифай уже традиции стала там где червяк там и монета 15 копеек рамочник 46 год червяка в ямку монету в карман ямки закапываем ха друзья еще один тюбик среди какой сохран обалденный чуть-чуть ее помыть и в принципе можно расшифровать что это было ну немцы опять же на позициях интересный сегодня поиск у нас друзья ну а теперь ребята дабы не быть голословным вернемся к серебряной печатке и так в 1884 году был принят закон по которому минимальным гос стандартам для серебра в германии объявлена 800 проба в 1886 году использование индивидуальных городских клеем было отменено и заменено национальным клеймом полумесяцы корона представляющие объединенное немецкое государство стандартными пробами являлись 800 и 835 пробы использовались также 830 900 925 и 935 пробы с этого времени на предметы серебра наносятся только клеймо мастера изготовителя или фирмы клеймо со стандартом пробы обозначена только цифрой или клеймо с изображением полумесяца обращенного вправо и императорской короны что служило государственным подтверждением стандарта пробы однако заметим что в германии допускались производства мастерами золотых и серебряных изделий произвольной пробы которую они могли и не объявлять так что ребята можно с уверенностью сказать что на немецких позициях мы нашли серебряную печатку какого-то ну солдата возможно а может быть и офицера да и вентиль это тоже подтверждает буква о и буква р ну а наши бойцы такие вещи не носили лучшем случае это было нагрудный крестик или какой-нибудь образок